Помогаю тебе. Нормально, Рустам, видел, что это в хорошей форме, что нам ждать? Давай, я скажу, тебе очень подходит, отвечаю. Ответьте, пожалуйста, Рустам. У меня будет. Ты еще мне углубишь, я не знаю, что ты мне подскажешь. Будет на правом, не будет, как Мауллидин говорит. Рустам, первый поединок весит 77 килограммов. Насколько сильно отличалась подготовка? Потому что на самом деле это подготовка отличалась тем, что последние три недели, когда я делал 70, я думал только о весогонке. Я был истощен, я нормально не ел, я голоден, я просыпал. Ты все время думаешь о идее, не можешь сосредоточиться на бой. А здесь я до последней недели, я даже несколько дней назад сделал, полчаса боролся, схватки делали с разными соперниками, с ребятами, которые со мной приехали, я хорошо отборолся, в общем, полностью, и атаки никогда не смогли сделать, если я гонялся на 70. Но ты дерешься на 77, у тебя, наверное, спарринг-партнеры, специфика подготовки, все другие будут. Конечно, у меня даже соперники были такого же роста, как Антошка, так подбирали под него, они работали, как бы, основные такие удары, которые он делает, не ругаясь. Говоря о Антошке, мы не будем спрашивать, как все, о том, почему этот бой состоялся, это такая сбитая тема. Как думаешь, на чьей стороне будет поддержка в этот день, и с процентом соглашения? Я думаю, он же, он как-то так месяц, он смечил, у него тоже болит, но из-за меня не меньше будет болеть. А самец, да? А самец, 50-50. И, конечно, я тогда еще знал, что этот парень очень крепкий. Это был один из самых тяжелейших моих боев. Мы получили бонус даже за бой вечера, мы полностью выложились в этом бою. И я знал, что он крепкий парень, и что он в дальнейшем тоже навеется успехом. Сейчас мы видим, что удар в 77 перешел, он просто там крепкий капец снес. Это как раз тот случай, когда повышение в весе, наоборот, сказывается в лучшую сторону. И надеюсь, что у тебя тоже так получится. Да, я тоже надеюсь на это, что все нормально будет. Потому что я уже чувствую себя отлично, голова хорошо думает, сбора, сила, все будет. Еще говоря о Масфидаль, там в комментариях пишут, якобы, Масфидаль тогда был не тот, а Рустам, наоборот, был тот. То есть он прервался у Брега Джексона, было многое другое. Что нам нужно сказать? Масфидаль всегда был хорошим. Я не могу сказать, что он тогда слабее, а сейчас сильнее. Да, он поменял вес, и я начал драться чуть увереннее, чуть-чуть стал помощнее. Посмотреть возраст, я не думаю, что у нас такая большая разница в возрасте. Я, конечно, у меня там в жизни многое, что произошло, многое, что поменялось. Поэтому, может быть, я раньше лучше был. Я не могу сейчас сказать. Посмотрим, для меня это как бы все по-новому, в 77-м, что по-новому. Ну и тоже продолжение этой темы вопроса. Абуманат Курмагамедов, многие тоже интересуются, почему его не было. По-моему, подготовки. Вот твоя подготовка проходила в Таиланде, да? Да. А у меня последние 3-4 боя его так не было. Ну, видимо, от большого желания, чтобы он с тобой был, все это спрашивают. Да. Нет, у нас нормально все, все отлично. Он в прошлый раз тоже был у меня в углу, просто по каким-то обстоятельствам не получилось. И, например, позапрошлым боем, тоже когда в Москве, например, я выступал, я всю подготовку его не видел. Он позвонил, сказал, я прилетаю Москву, все встретили его, он был у меня в углу, вообще проблем нету с этим. Да. И сейчас тоже то же самое может быть. Так что нормально, это... Ну, я даже не об отношении, вообще не об отношениях. Я тоже не об отношениях говорю, я говорю, как все, да, происходит, нам же интересно, почему, почему. Я тоже как есть, все объясняю. Сейчас тоже не исключено, что его в углу можем увидеть, если он будет, я думаю, он будет тоже будет. Если он будет, то все. Ну, я желаю победы, чтобы все прошло быстро. Отлично.